Традиционные яковлевские чтения впервые провели в новом формате. Теперь на первый план вышли драматургические чтения произведений чувашских писателей. Интерес к ним не пропадает и по сей день. В национальной библиотеке собрались артисты, студенты и все, кто неравнодушен к творчеству. Зарождение чувашской драматургии напрямую связано с именем Ивана Яковлева из Сибирской чувашской школы, Центра подготовки учителей и другой интеллигенции различных народов по Волжье. В ней учились не только педагоги, но и чувашские поэты и писатели. Среди них был Михаил Акимов, Марфа Трубина, Гурий Комиссаров. Именно их произведения читали сегодня артисты Театра юного зрителя. В начале 20 века проблема взаимоотношений, любви и долга неспроста вышла на первый план. Произведение Михаила Акимова «Женисьба» в полной мере раскрывает эти темы. Это уже в то время написано в классическом стиле. После этого очень многие повторяли вот именно эту тему. Когда очень простый способ вот этот взяли. Девушка, парень, девушка любят, естественно, должно произойти. Девушка с селом выдают за богатого. У них очень вот такой любовь, печальная любовь заканчивается. Яковлевские чтения будут проводиться и в дальнейшем. Благо разнообразие жанров чувашских произведений позволяет это сделать. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, Республика.